Если у вас есть свободное время и доступ к отходам кабеля и провода, вы можете очистить его от изоляции и сдать, например, в прием цветного металла, или можете попробовать сделать из медного провода разнообразные подделки своими руками. Посмотрите, какие делают довольно-таки красивые украшения в левой верхней части экрана. Когда в свое время я начал чистить медный провод, я применял обычный малярный нож, которым сначала надрезал внешнюю изоляцию кабеля, а затем снимал ее. Оставалось снять цветную изоляцию, которую я снимал таким нехитрым способом. Нож под острым углом отлично срезает изоляцию и практически не портит медную часть провода. Это важно, если вы решите заниматься изготовлением поделок из медной проволоки. В общем, такой метод очистки изоляции меня устраивал, так как провод был одножильным. Однако через время я начал задумываться о механизации очистки провода от изоляции для ускорения этого процесса. С гибкого многожильного кабеля верхняя изоляция снимается нормально. Но вот с медных скрученных вместе жил снять цветную изоляцию ножом проблематично. Нож надрезает одну или несколько жилок и напрочь застревает. Упорно не желая двигаться дальше. Такой провод я даже не брал, так как очистить его таким способом практически невозможно. Когда же я столкнулся с большим количеством тонкого многожильного провода, который было жалко просто так выбрасывать, я решил, что пора сделать устройство для очистки его от изоляции. Данное устройство состоит из двух половин, между которыми пропилен паз. Одна сторона устройства предназначена для подрезки внешней изоляции кабеля. С противоположной стороны также имеется паз, который немного меньше и в свою очередь предназначен для съема изоляции непосредственно с медной жилой. Внутри находится лезвие малярного ножа. Следующее устройство предназначено для очистки изоляции совсем тонкого многожильного провода. В цельном куске древесины я сделал продольный пропил ножовкой по металлу и просверлил два отверстия для болтов, которые зажимают между деревом лезвие ножа. Сейчас я продемонстрирую, как это работает с гибким многожильным проводом. Лезвие делает надрез в изоляции и не цепляется за проволоку, что невозможно сделать малярным ножом. Остается легким движением рук отделить изоляцию от меди. Давайте подробнее познакомимся с данными устройствами. Половинки данного устройства скрепляются саморезами с пресс-шайбой и удерживают между собой лезвие. Провод, проходя по пазу, касается кончика лезвия и надрезает изоляцию. В этом устройстве можно применять лезвия, которые затупились и более непригодны для других работ. При отломке части лезвия его кончик становится достаточно острым для наших целей. В крайнем случае кончик лезвия можно слегка подправить алмазным надфилем. Собираем устройство. Закручиваем саморезы и выставляем лезвие на нужную нам глубину прорезки изоляции. Для удаления внешней изоляции кабеля лезвие выдвигаем чуть больше, так как она толще. Для удаления изоляции из провода меньше. Затем затягиваем их до полной фиксации лезвия. Эти устройства безопасные, так как лезвие находится в пазу. Их можно переносить без дополнительной защиты. Устройство для более тонкого провода я сделал из цельного куска дерева, в котором прорезал продольный паз ножовкой по металлу. Одна сторона паза ниже, чем другая, сделана по форме лезвия. Процесс установки лезвия в этом устройстве похож на предыдущий. Не забывайте настроить лезвие таким образом, чтобы оно только надрезало изоляцию и не касалось медных жилпровода. Это нужно для того, чтобы лезвие не так быстро тупилось. А для изготовления поделок из медной проволоки это даже важно, так как на медной проволоке не остается следов от ножа, а тонкий многожильный провод остается целым. Устройство для очистки изоляции с провода карманного типа удобно и практично. С его помощью ускоряется процесс очистки провода, особенно тонкого многожильного. Сейчас я раздумываю над созданием механического устройства для очистки провода, чтобы еще больше увеличить скорость процесса съема изоляции. Как только я его изготовлю, обязательно поделюсь с вами процессом его сборки и работы. А теперь предлагаю вам посмотреть, как работают мои карманы и приспособления для снятия изоляции с провода. Жду ваших мнений, отзывов и комментариев. Задавайте интересующие вас вопросы. Оставляйте заявки на видео по электрике. Это поможет мне делать более качественное и интересное для вас видео. Если вам нравится такой формат учебных видео, подписывайтесь на канал. Предлагаю вам другие видео на моем канале Сам себе мастер, которые вы можете посмотреть, кликнув на заинтересовавшее вас видео.